Я хотела бы подписать это в вашем присутствии. На самом деле, исторический момент. Я не думаю, что многие из нас видели, как польский судья подписывает в Лондон-Минске заявление о вас. Так закончилась судейская карьера Томаша Шмидта. Человека, который блестяще знает закон и имеет гражданскую совесть. Жить в конфликте с последней оказалось невыносимо. В его глазах и глазах всех здравомыслящих людей польские власти потеряли уважение. Но альтернативные мнения не для их демократии. Судья стал получать анонимные угрозы, мол, не высовывайся, плохо закончишь. Всерьез опасаясь за свою жизнь, Шмидт принимает решение ехать в Беларусь и просить о защите. В настоящий момент возвращение в Польшу грозит мне арестом. Уголовное дело может быть сфабриковано. Меня могут обвинить в пионаже. Поэтому я прошу у президента Александра Лукашенко защиты. Этот поступок является выражением протеста против действий, которые направлены на вовлечение моей страны в непосредственный вооруженный конфликт с Беларусью и Россией. Это призыв к польским властям об установлении добрососедских отношений. Ситуация такова, что Америка хочет ввести Польшу в состояние войны. Нынешние правители Польши – угроза безопасности собственного народа. Под давлением США и Великобритании страна готова идти на Беларусь войной. Лукашенко – вот кто действительно заинтересован в мире. Встреча в Минске – это дань уважения от меня, президенту Лукашенко, за сохранение мира и спокойствия. Можно вспомнить хотя бы минские соглашения. Если бы правительство Украины придерживалось этих договоренностей, войны бы не было. Хочу также подчеркнуть действия вашего президента в направлении стабилизации в польском регионе. В Евросоюзе не было, нет никакой демократии и свободы. Мы об этом знали. Об этом знают и европейцы. Но они терпели это более-менее. Но вот воевать они не хотят. А сегодня каждый день Польшу, Литву и другие страны Европы все больше и больше пытаются втянуть в украинский конфликт. Кинуть их, как украинцев, на фронт, чтобы они гибли. Не в интересах своих стран, не в интересах Европы, а в интересах США. И таких граждан, как судья Томас Шмидт, будет больше и еще больше. В Польше остались родные Томаша Шмидта. Рассчитывает, что Беларусь сможет обеспечить защиту и им. В противном случае западные спецслужбы могут разыграть свои сценарии случайных неслучайностей. Они это делают мастерски. Если я стану целью польских, американских или британских спецслужб, они могут разобраться со мной быстро. Могут подстроить автокатастрофу или другой несчастный случай. Если я хочу продолжить жить, то мое возвращение в Польшу невозможно. Вопрос предоставления права убежища лицам, преследуемым в других государствах, за политические убеждения или национальную принадлежность в компетенции президента Беларуси. Так прописано в Конституции. В ближайшее время Томаш Шмидт намерен направить официальную бумагу. В Минске уже бывший судья административного суда Варшавы неделю. Говорит, Беларусь поражает. Это страна с огромным потенциалом, который держится на сплаве традиций и современности. Хочет, чтобы об этом знали одурманенные фейками простые европейцы. И в том, чтобы рассказывать о нашей стране правдивую информацию, он видит свою миссию. Ольга Масловская, Анжелика Исаения, Вадим Козловский, СТВ.